они видите какая идешь по лесу тут раз это лежит и тоже красная сделать но не знаю сколько это получится посмотрим куски конечно я вставлю тишина спокойствие телеобъектив в этом плане конечно вещь хорошая ну видите на на дереве увеличить каким-то образом но попробуем найти локацию сегодня я мы сегодня в красном сегодня тема интересна у нас 50 оттенков красного ли все оттенки красного которые вы знаете мы будем сегодня о многом разговаривать но будем расширять красный спектр ну и соответственно найдем фильтр и снимем и покажем что такое действительно оттенки красного и удачи ну вот друзья мы прибыли к месту где мы снимали цикла 3d фотографии сегодня облака немножко другие знакомый голос слышу да только что пришел хотел сейчас это ставь штатив развернуть привет вот что-то тебя постригли так ты чё обкарнали обрели да я знаю да если не посмотрел сегодня он безветри абсолютно у меня сегодня мысли возникла да я там проснулся и у меня возникло 50 оттенков красного я взял с собой красный фильтр маруми ну и соответственно будем рассматривать что получится у нас красным фильтром зелень немножко уже вылезла поскольку противоположный цвет сан ну и соответственно он должен выделить сан а красный должен уменьшить ну и контраст поднять самое главное ну и попутно рассмотрим что такое красный в русском языке потому что некоторые не знают например что прилагательное красный единственное где встречается в русском языке и обозначает красивый красная книга красная армия красный флаг красная площадь ну там много чего интересного красный флаг а знаменует кровь ну да но тем не менее с этим флагом как бы и в английском да ну red это упрощенный вариант а мы будем сейчас искать локацию я не знаю вот сейчас интересно можно снять на и на отражение да попробовать можно я останавливаю не буду помощь оператору посмотрите получается у них получилось конечно а куда мне получилось я сегодня на всякий случай взял аккумулятор внешне можно будет если кончится зрить заодно проверим насколько хороши эти аккумуляторы хваленые я тут пожилого мужчину моего возраста где-то видел объектив 600 блин эта тема он это самое для птиц это супер это вообще дальнейшее развитие но поскольку у меня мысли все не было какой-то искать насадку на эту камеру чтобы получить такое фокусное в основном для этого сейчас людям небо снимают по всему миру и вообще длинный фокус это наших вообще я честно говоря один раз видел вот причем еще когда служил в Владивостоке а там да да я то здесь видел меня матрос высвистал я раз дежурил бы сидел в рубке матрос пробегает командир смотри чего выскакиваю наш не палаву вот сразу звоню нашим помощником они говорят ничего не видим звоню шваб со флота докладывал но они рядом дорогу очередь площадь они говорят у нас было тоже не видит три светящихся объекта вот прошли причем тихо абсолютно тихо над кораблем дальше ушли низко один крупный в центре светящийся и два по бокам мелкие такое впечатление что крупный самолет летит и вот у него кабина светится и два двигателя по бокам светится но они все на самом деле больших размеров есть даже квалификация там порядка 50 их вид я то видел то который дискообразно и с вращающими огнями то есть такая штука в чем было по размеру видно что это находится на огромной высоте не знаю как это связано с нашей темой сегодняшней чем вы мало ловить да я сегодня поймаем вон у нас помощник есть сейчас поможет этот специалист только по ежам и по другим собакам о посмотри чё чем видоискатели творится вести вот она чё вот она что михалыч попробуем сейчас творит пошла но я хотел конечно показать ну вы и так в принципе видите что изменилось глобально все ухты какие мои здоровые такие и здорово это гигантские примутки там гнездо что люди причем тащил может быть ну в общем я же говорил да видео последний смотрел в explore попала фотография вот это вот где мутки снимали уже 7000 набрала так что что-то вот они все учетом что-то здесь вообще случилось страшно у меня все белое стало вот у меня сейчас объектив 300 стоит 300 стрессов с собой не взял до в маленький ты уже взял блин так мы сегодня и 300 увидим фотографию сможем снять сейчас если найдем гнездо там да что-то сегодня у нас все белое у меня вообще пересветы какие-то а я загнал в плюс 3 понятно так вот ну поставим в нули все я могу сказать что все конечно как-то больно вот такой пристрелочный камень и стрелочный кадр что-то не то ребята пиво пьющие не попадут второй кадр один и тот же делать бессмысленно ну я попробую проверить что у нас происходит пока ничего не происходит я просто думал что руки-то уже трясутся уже старые что получится такое что да нет у меня хоть стабилизатора нету вот видно что небо сразу засветилась полностью я на пятисотом и заснет буду сегодня снимать на высокой чувствительности небо все пересвечено просто пересвечено все хоть уменьшай уменьшать надо из мы попробуем на сотки сейчас небо все равно пересвечено контраст очень большой да но раз уж эксперимент у нас начался но продолжить это точно посмотрим что будет я вообще-то думал что мы пройдемся куда-нибудь подальше а сейчас пойдем мне вон с этим надо гулять он так прогулку не воспринимает за версту видно и слышно ну да днем то чем делать сумасшедших фотографов встречать что нет конечно о слушай здесь можно скоро пойти кстати говоря что это лето будет рекордная по температуре вода просто очень много воды было ночью смотри как она быстро ушла здесь вообще не пройти было что вот так ну вот сегодня наш красный фильтр чтобы вы видели что я и вас не обманываю здесь вот мы снимали фавиона часть и помните с разных ракурсов на этой ветке висел и соответственно здесь же я делал макро вот если вы знаете вот эти вот такие интересные сцены это как раз я здесь сделал в этом месте арт фотографии что я скадрировал смотрите сами на закрыты на семерке здесь на этом дереве ворона сидит сейчас мы попробуем ракурс сделать ну и сделаем геометрию вертикально горизонтально посмотрим что с этого выйдет вертикальный кадр но марона уже улетела так что из на то что попал все-таки кадр если видно сейчас дерево но все равно интересная зелень мы сейчас попробуем сделать снимок посмотрим как красный свет работает зелень нижней чего кого-то увидел нижний ракурс с дверью с нижней точки насколько это реально сейчас мы это узнаем чайка фотографии самое главное что выдержка а певцы диафрагмы нам сейчас выдержка потребуется да с дверью кстати это очень интересный ракурс сейчас будем искать точку где его кстати вот место где я снимал камыши которые тоже зашли в explore но это надо чуть дальше пройти там видно будет ну вот друзья мои начинается интерактив интерактив названием сними дверь до сегодня мы с красным фильтром поэтому вы уже в курсе у нас будет море оттенков красного попробуем без штатива это сделать у меня сейчас так что у меня тут я вообще хотел с воды туда вот завести туда но у меня себе сапог нет с собой поэтому чувствительность поставим повыше и это все равно в монотон переведу на 600 поставлю ну и попробуем поискать точку это место уже помните ну вот хотелось бы как-то дверь поймать можем конечно подручные средства использовать попробуем с этой точки что у нас получится так дверь попадает но мы сдвинем еще фокус не точку с нижней точки до с нижней точки но будем с нижней точки на снимать попробуем сделать нижнюю точку что штатива все-таки раз уж мы взяли с собой прибор будем его использовать мы ноги разведем пошире я имею ввиду штатива посмотрим что у нас выйдет из этого я хотел вот с этой точки как-то снять сколько у меня это выйдет другой вопрос сколько это вообще реально ну я хочу и передний край тоже заказа захватить и чтобы дерево у меня вошло полностью поэтому фокусировку конечно по двери будем делать отсрочка обязательно будем делать 2 секунды сделаю пока пизо написывать на 6 3 маловато на на девятку закроем 320 в принципе готовы пробный кадр похоже батареи моя села поэтому будем менять батареи грязь чтобы снять нормальный кадр до ну кто сказал что нужно обязательно залезать в нее самое удивительное что как раз эта точка и самое лучшее вот как раз вот здесь в этой части по какой-то причине это так такой вариант это же можно реализовать думаю что да спрашивают для чего нужен такой штатив для этого и нужен как раз им этого не сделать в общем не знаю что выйдет мне это видно конечно геометрию кадра но здесь уже и наше бревно нам мешает так так нам бревно не входит кадр практически я на 16 закрыты полностью снимаю у меня сегодня день извращенной съемки да уж вот там птичка плашные вертолеты честно говоря уже утомили ладно будем поднимать немножко конструкцию сейчас попробую поймать кадр с фотографом утки переплывают ну да рыба похоже да ну да есть так утки не ушли еще закроемся на семерку одна тысячная но заодно проверим красный фильтр у меня высокая чувствительность 640 свет практически контровая но я с блендой поэтому я думаю что все будет нормально все в порядке если не я так друг поможет с трехсотым на 300 хорошо видно но мне еще не подсказывает что оттуда будет какой-то пролет поэтому я думаю что оттуда они с той стороны у меня пятьдесят второй пятьдесят восьмой просто у меня есть этот линза широкоугольная на нас переходником нет у меня же не сменный мне же не сменный объектив необычный а третья приплыла ну да там три их отсюда видно хорошо птичка пришла маленькая смотри под этим под бревном всем рядышком вообще риса гуско отлично станем птичниками ненадолго посмотрим кто победит птица или фотограф снял идем с ней по лесу и лиса за лесой вот как она летела в полете я ее успел снять но это дорогого стоит фотограф мечтает о таких мгновениях он взлетают там они точно сидят абсолютно как я успел довел вон их сколько на двери о пошли утки смотри успевай не мне не успеть надо хотя я проводил вот они летят я думаю что вы видите вдоль поперек ну вон они здесь начали летать то есть в принципе можно да на семерку закрыться и успеть поймать без засрочки что-то подобное надо водички видите какие листочки уже сегодня все зеленое вылазит ольхи уже распускается все ну все совсем я думаю что видно хорошо все зеленое так что все уже началось весна и травка зеленая кругом сегодня чай мы не будем ловить такой спокойный само спокойствие все иногда бывает ну я в следующий раз широкоуголку возьму хотя у тебя наверное широкоугольник есть да какой-то нету у меня есть просто линза соньковская она с тремя линзами я снимал у нее угол в полтора раза увеличивает она такая достаточно дорогая игрушка попробуем посмотрим сейчас свет поменяется я думаю что мы что-нибудь да и вот видите какая гладь интересная можно поснимать будет эту гладь большие утки идут к нам навстречу а я кстати хлеб взял можем их подкормить что давай подкормим сейчас выйдут из кадра вы их увидите успел я смотри еще да вот короче есть сейчас мы их подкормим убери свой хвост так у меня хлеб есть белый причем не вредный такой зерновой сейчас мы его найдем процесс уже идет ну что посмотрим это конечно не честно с точки зрения фотографии создавать да ну ворона кстати да вот ворона кстати это наша тема главное ворону поймать в кадр уток то проще ворона кстати классно села вообще супер он не понимает что за процесс происходит такой что это за дрессировка да давайте вылазьте не хотят они вылазить по башке попал да попал поймал ну-ка у меня по метанию мячика было второе место в области в школе я все время попадал людям кому в глаз попадал кому в лоб поэтому после этого у меня такая любовь к рогаткам больше чем к патронам и на большие расстания причем одному парню другу своего через весь стадион бросил попал в бошку куском дерева просто ну знаешь как это мастерство стрелка заключается чтобы он чувствовал стрелу да и стрела летит куда он хочет да ворона села супер ваша очередь ну не надо просто можно подойти побросать вот вот ну есть такое дело опа вот нам нужна она кстати в кадре так надо мне кусочек я сейчас ее пошла да выйдет выйдет все равно я знаю что она выйдет надо просто кусок побольше сейчас вот так сейчас летит я тебя знаю а вот и она все хлеб но он вкусный кстати он без этих без дрожжей там нормальный не она решила что не вариант ну успели надо немножко да ее подхватить ну да она посмотрела что ее она не любит когда из нее делают чучело какой-то они очень умные птицы в отличие от людей такой вот ракурс здесь бревно есть кто собака ворона пришла пришла молодец но она слушай они умные очень да все не успела утки опоздали короче остались без хлеба но у нас еще и запас они в принципе издалека все видят шикарно слушай да сорока смотри ну что будем свидетелями сейчас этой трагедии драмы наверное лет 5-6 я до сих пор запомнил вот кадр нахавушка знаешь да но у серебрякового корюка там трамвайные пути и черный ворон огромный и не улетает а я пацаном значит маленьким таким мелким к этому ворону а ворон на меня блин смотри увидели хлеб смотри отбила чайка вон смотри сорок долго на ясро большое ясро и он летал по камышам шпицов уток долбов рыжего цвета такого огненного ворона сейчас будет смотри на дереве она сейчас будет забирать кусок да ну это круто конечно конечно да смотри да заходи отсюда ворона где на дереве да где-то засела все-то там возмущается все решает видишь и все и все и можно сказать что процесс идет а где ворона то отойди отойди из кадра фото охота практически уже началась да ну-ка а слета слета утки битва ну это конечно может и по воде и как угодно целая баталия и ворона смотри пошла не знаю войдет не войдет всем досталось за кустами да можно ну давайте еще разок ослепительное шоу целая битва все последние крошки остались ну здесь уже придется вам потом выйти на берег пособирать это все или мелким птичкам каким-нибудь весь процесс фотографий это процесс охоты в том числе хорошее место хорошая погода и вон видите утки летят с правой стороны так наверное поровнее фотограф и фотоаппарат здесь еще один ракурс интересный обнаружил там утка тоже стоит мне туда даже не зайти очень грязно поэтому я попробую конечно здесь пробраться как-то аккуратненько не повредив ничего повреждать мы ничего не будем и поснимаем как раз в таком ракурсе у нас сегодня красный фильтр поэтому нам сложно достаточно сфокусироваться но я постараюсь чтобы это что-то было интересное тем более облака хорошие закрылись повыше я возьму побольшую часть внизу чтобы вы видели да ну и чтобы утка тоже попала кадр сильно закрытое небо при этом дальний план тоже виден хорошо не хватает чего не хватает птицы сверху да ну вот смотрите попробуем дождаться этого момента раз уж вы смотрите мои видео то знаете что законченность кадров но движение в кадре оно всегда придает жизнь поваленное дерево утка которая внизу что-то там нашла и ловит облака такие кучевые атмосфера не хватает только птицы которая зашла бы в кадр значит что вам нужно уяснить конечно нужно красоту мы сегодня говорим про красное в первую очередь это вообще природа конечно поэтому проведение создано все это мы закроемся побольше настолько красиво что словами описать это сложно выдержка 1,160 маленькая смотрю что чувствительность стоит высокая но у меня фильтр двукратный поэтому я сейчас откроюсь немножко на восьмерку чтобы было 250 ну движение будет конечно в кадре и надеюсь что птица нас посетит и мы завершим сегодняшний кадр с птицей которая будет в небе попробуем это сделать какая-то будет птица но никто не знает я не буду выключать камеру вот уже какие-то птицы есть если бы они еще пониже спустились было бы совсем здорово пока они в кадр не зашли восьмерка достаточно резкая заодно проверим насколько резкий объектив ну и вообще что у нас сегодня выйдет тишина спокойствие камера стоит в нужном положении вот утки кстати надо мной сейчас прошли поэтому у меня все готово останется только нажать кнопку гистограмма показывает что у нас ограничения по и темных цветов и светлых нету потому что у нас стоит красный фильтр красивый фильтр ну и соответственно у нас все для того чтобы изменить соотношение цвета вот сейчас пошла утка три даже заодно проверите посмотрите что с разрешением у сигма по расстоянию я особо дальномер не брал но я думаю что это метров 500 не меньше уверяю вас что даже вертолеты самолеты все это видно вот кстати пошла чайка как только она в темную часть попадет я попробую ее поймать ветер успокаивается вода тоже успокаивается течение сегодня слабое очень поэтому сегодня хорошие условия для съемки это редко бывает когда ворона проходит сзади но они меня любят поэтому мы сейчас сдвинем кадр и сосредоточимся на этой вороне это очень умная птица я опускаю еще ниже вот мне видоискателя конечно слабовато видно но я вижу что небо все в порядке более того ворона тоже есть утка тоже попадает и резкость я думаю будет высока останется только выбрать из этих кадров на каких ворона будет наиболее интересно в профиль как раз предыдущее видео записывал по поводу профиля фликер но здесь это тоже актуально профиль вороны эту стояла увидел удивительное по красоте дерево поэтому я сейчас подвину раздвину штатив и будем снимать зеленые части которые передо мной глазой камыш ну и соответственно вот этот удивительный корень я думаю что вам понравится заодно посмотрим что у нас происходит с красным фильтром в таких условиях я открою все чтобы это было более объемно поскольку Sigma любит 2,8 у меня очень короткая выдержка но мешают мне ветки поэтому я ставлю поближе и подниму ветки не буду их ломать вот такой ворону нас приветствует я там стал я там стал свидетелем интересного очень явления ворона с моей стороны прилетела села на наше любимое дерево и я снял во первых как она смотрела вниз когда утка была внизу плюс снимал когда проходили оттуда утки взлетали ну и соответственно получилось что и утка и ворона то есть и поймать еще птицам попробовал посмотрим что из этого получилось вообще смотри тишка 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 гладь здесь интересно очень корень здесь я увидел очень классно кстати смотри воды вообще нет тени можно снимать отражение нашел да слушай ну это красота блесна отлично салма все дела салма салмы мы любим кто засыпил и не смог отцепиться а ты смог да но мы рыбалка но мы рыбалкой сейчас не будем заниматься надеюсь хотя можно из этого сделать привязать веревку и поблеснить катушки правда нет можно без катушки веревка но веревка что-то очень мощное самолет что-то сильно как-то гудит низко что ли идет так садится похоже да что-то уж больно сильный звук даже не знаю что это такое а вот летит вдалеке там да есть что-то такое садится далеко там левашова ну извините а вон видно так все это сверхзвуковой посмотри это сверхзвуковой поэтому такой звук да он снижал скорость да 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 так что аэродром ну когда сверхзвуковой тогда все это очень да да так ну попробуем еще я хочу сделать все-таки кадр такой пейзажный в классическом смысле этого слова даже чайка попадет я надеюсь мне нравится ну да есть такое дело да понятно так ладно блесну мы положим в куртку надеюсь что она мне сердце не поворонит он кстати то ли утки то ли что-то там в конце ну чайка кстати пошла ну оп надеюсь что попало олутки пошли мы тут вид за деревьями спрятали здесь события сразу разворачиваться начинают когда тебя не видно лес начинает оживляться а вот с этого ракурса я кстати это бревно так и не сделал ни разу с той стороны я его делал а с этой нет контровой свет интересный кстати для красного фильтра я думаю что ребята вам будет интересно друзья мои не ребята друзья я попробую горизонтик поменьше сделать но побольше сделать на бревне сейчас контровой свет практически контровой у меня бленда стоит ну давайте закроемся на девятку 1,400 да у меня батарея садится уже портрет да чего замерз ставлю на перезадж и не паёшь снимать гоняет объектив туда-сюда ну у меня но у меня было такое в зоне вот тоже когда мы тогда снимали видео фиолетовые такие квадраты я так и не понял что было то есть ребята написали что это перегрев ну извините там очень холодно было во-первых я бы скорее всего подумал что замерзло у меня такое было вот на ту сторону когда я зимой снимал у меня камера замерзла и она начала пробивать такую строчку а здесь полкадра розовые то есть больше похоже на какие-то волны электромагнитные вот просто снимаю ну видишь он гоняет щелчка здесь снимает перезагрузить может попробовать электронно еще один еще один тоже сверхзвук о смотрите за бревном выходят две утки я поставил крайнюю батарейку но здесь трехсотка конечно твоя была бы очень уместно вот башню снимал но я попробую их поймать сейчас контровой свет имейте ввиду выдержка очень короткая думаю что будет все нормально но я 2.8 поставил это ошибка у меня сразу полыхнуло небо все поэтому я закрываюсь на девятку и на девятке снимаю ну все нормально можно кстати даже открыться побольше на семерочке посмотрим что будет автомат это конечно печаль да это как раз к вопросу где фотография начинается где заканчивается да а приоритетом не работаешь диафрагма я то с приоритетом диафрагма можно для меня это режим номер номер один а ну кому как нравится меня то конечно больше приоритет о там кстати оказывается утки сидят я только сейчас увидел на контре причем утка с детенышем посмотри вон она спряталась и мы ее не видели так что там такое вон они садятся 4 сразу да ну смотрите какой ровный свет я такого редко встречаешь абсолютно ровный рассеянный свет при этом контровой я еще опущу ниже фокусировку чтобы вы понимали и поставлю вот это в зону уток на семерке хорошая не хватает птицы но вы это видите поэтому для того чтобы дождаться птиц придется подождать выдержка для фотографа важная штука посмотрим подождем немножко может дождемся чего-нибудь меня сегодня мало в кадре больше с переносной камерой кормит она отсюда даже видно они кормят друг друга мне корень там понравился очень вот этот вот с той стороны он такой узловатый интересный красивый дышится хорошо ухт и полчетвертого работает да они сегодня все утки там похоже они там гнездятся наверное они зашли в те камыши чтобы не мешали там народу нету там народу нету там очень красиво я там снимал как-то именно уток один кадр такой получился любопытный куча была просмотров куча отзывов так надо во фликере сделать страницу я последнее видео как раз показывал бесплатно и можно будет туда добавлять фотографии люди будут смотреть писать кому интересно может кого-то сподвигнет на подвиги заняться пейзажной фотографией вот я дождался свою птицу у меня выключил на камеру сейчас попробуем войдет она в кадр или нет да да мне очень понравился так я жду пока чайка зайдет на крыло вот один раз был поворот не знаю на сколько я успел второй поворот на крыло мне нужно на крыле именно чайка вы понимаете о чем сейчас ее не видно когда она на крыло встает тогда ее начинает видно вот смотрите я не знаю сколько видно нет уже далеко больше километра ну здесь игра повезет не повезет ну раз уж мы встали на контрсвет делаем еще вот такой кадр здесь будет пересвет конечно потому что ну практически солнце мне я закрою ладонью сейчас попробую снять еще раз полыхает все ну с другой стороны интерес будет посмотреть что из этого выйдет ничего себе и что сделали камеру потом после утопленника обалдеть ну да это серьезно будем создавать страницу любитель ну лучше на английском наверное да хотя можно на русском если писаться будет на русском все тогда можно на русском создать сделан на русском комментарий на русском что можно было сделать что-то как-то не очень хорошо относились к художникам я смотрю это рыбаки не любят у нас художников видишь фотографов любят а художников не очень почему-то как его даня а данной данной хорошее имя почти дунай ну вообще его настоящий мартель там решено делаем страницу пароль я вышлю тогда и будем запускать проект начнем суток до новых встреч субтитров до новых встреч Продолжение следует...